МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная стратегическая задача вашего муниципалитета. В чем особенность Керчи и в чем его преимущество над другими регионами Республики Крым? Фадимир, город Керчь действительно по своей сущности очень уникальный город. Его очень сложно, все, что хорошее есть в этом городе, очень сложно объяснить словами. Знаете, я вот пришел в студию не с пустыми руками, я хотел бы сделать небольшой подарок студии. Вот здесь вот есть материалы кое-какие о Керчи и работы наших мастеров, ручная работа керамика. Это для вашей студии, чтобы было более понятно, потрогав руками хоть немножко, маленькую частичку Керчи, чтобы понять то, о чем я буду сейчас говорить. Ну, если говорить о самой главной стратегической задаче, цели нашей сегодня, это, безусловно, это улучшение жизни, качества жизни наших горожан, наших керчан. Для этого, в принципе, в городе все есть. Это и благоприятный инвестиционный климат, и стабильное развитие региона. Ну, и, конечно же, это тандем законодательной и исполнительной власти на уровне муниципалитета. Что нас сегодня отличает, ну, и что особенность нашего города. Ну, с недавнего времени мы стали воротами Крыма. Да, и это, ну, в принципе, самое главное, наверное, сегодня наше отличие. Сегодня все транспортные пути проходят через город Керч. Именно через вас. Да, еще немало важно, что отличает город Керч. Это его историческое и героическое прошлое, вот, которое, ну, сегодня отражено, в принципе, ни одно мероприятие историческое не проходит без упоминания о нашем славном городе Керчи. Достойная, так сказать, визитная карта Крыма. Да, да, совершенно верно, она есть. Это, безусловно, уникальное расположение города, географическое. Вот, город Керч находится, ну, на двух морях, да, это и Азовское, и Черное море. Вот, это тоже, ну, то, что нас очень сильно отличает от других регионов. Угу. Дилавир Абибуллаевич, каково население Керчи на сегодняшний день и, в целом, сколько крымских татар проживает в регионе? Ну, если говорить о населении города Керчи, если брать последнюю перепись населения, которая была в 2014 году, то цифра 150 тысяч, но это, в общем, население города. Но на сегодняшний день, в том, что у нас сегодня реализовываются федеральные целевые, там, серьезные проекты в городе Керчи, ну, население очень сильно увеличилось. Делаем свой срез по расходу электроэнергии, по расходу воды, по потреблению хлеба. Да, у нас, примерно, мы сейчас имеем цифру где-то процентов в 20, больше, чем было в 2014 году. Да, мы примерно понимаем, что у нас сейчас, по факту, где-то 180 и больше тысяч человек уже. Вот, и сейчас идет подготовка к переписи 2020 года, уже началась она с 1 апреля. Вот, мы активно в ней тоже участвуем. Точная цифра будет, конечно, после переписи, которая пройдет в 2020 году. Что касается крымских татар, ну, здесь тоже нужно говорить, конечно, наверное, о переписи 2014 года. Там, да, там цифра полторы тысячи человек. Это, в принципе, ну, практически один процент, да, не больше. Но людей, которые позиционируют себя сегодня керчанами, из крымских татар, из числа крымских татар, их намного больше. Вот, ну, опять же, особенность города Керчи заключается в том, что нет района. Да, да, Керчи. Вот, все, что вокруг нашего муниципального образования, это земли Ленинского района. Вот, но люди, ну, примыкая к городу Керчи, они ходят в школу города Керчи, идут в учреждения здравоохранения города Керчи. Вот, в принципе, вся их жизнь, вся она позиционируется с городом. Поэтому они себя в душе, там, ну, большая часть, по крайней мере, тех, с кем мне приходится общаться, они себя позиционируют керчанами. А какие проблемные моменты, касающиеся инфраструктуры, мест компактного проживания крымских татар имеются в городе? Вот, если говорить о проблемах крымских татар, местах компактного проживания, наверное, они все схожи с теми проблемами, которые сегодня имеют другие регионы. Вот, такие же проблемы, как и в других регионах, связанные с водоснабжением, с водоотведением, с дорогами, с освещением. Вот, единственное, что я могу сказать, что мы сделали, да, для того, чтобы как-то в этой части улучшить жизнь наших мест компактного проживания. Какие меры, да, да, у нас одно место компактного проживания в городе Керчи – это поселок Джанекой. Вот, что мы сделали? Вот, в прошлом году мы за счет средств местного бюджета восстановили полностью там уличное освещение. Сегодня освещение там есть. Что еще сделали? Уникальность нашего места компактного проживания в том, что в данном поселке имеется свой дом культуры. Да, ну, я не встречал в других местах компактного проживания, ну, молодых, чтобы был там, да, был какой-то дом культуры. Прямо на территории, да, есть свой центр. Вот, мы в нем в прошлом году сделали отопление. Вот, этот вопрос не решался многие, но долгое время. Сейчас там отопление есть, там тепло, там детки занимаются. Вот, что еще сделали? В прошлом году мы из местного бюджета предусмотрели средства и за счет своих средств разработали проектно-сметную документацию для строительства двухполосной, современной, хорошей дороги. Вот. Протяженность дороги 3,6 километра. Вот. Да, на сегодня... Объемная работа. Объемная, да. И объемы работы очень большие. Это двухполосная дорога с освещением современным и с тротуарами. Дорога проходит через все улицы поселка, она пересекает и соединяет между собой 10 улиц. Вот. Это та дорога, которой, уже давно говорят, та дорога, которой местные жители просят постоянно. Единственное, в чем проблема, проект мы сделали, сумма, проект прошел экспертизу. Вот теперь сумма для того, чтобы сделать строительно-монтажные работы, порядка 156 миллионов. С бюджета города мы такую сумму... Это сумма неподъемная, мы не осилим. Да, это большая слишком сумма. Мы написали уже во все инстанции и ждем, рассчитываем на то, что нам все-таки помогут из бюджета республики. Надеемся на это. Документы все отправили, письма направили, сейчас ожидаем. Возможно, тот город, который курирует Керчь, может еще помочь, да? Из материнковой части. У нас наши шефы, это Тула. Мы обращаемся, некоторые вопросы пытаемся с ними, тоже взаимодействие с ними решать. Но, не знаю, пока мы ответы от них не услышали. Ну, да, больше поддержки республика Крым сама оказывает, да? Да, да, да. Здесь больше поддержка республика Крым. Но, скажу, что наши шефы Тула помогали нам в свое время. В период становления, да, это 15-й год, 16-й год, очень сильно. И от такой поддержки столько помогали другим регионам, сколько помогли городу Керчи. Это, безусловно, радует. Да. Телевер Абибулаевич, хотелось бы узнать, что касается объектов на территории данных районов, компакта местного проживания крымских татар, строительства мечетей. Как там воспроизводятся эти работы? Да, вы знаете, здесь мы тоже немножечко пошли вперед. Мы уже, скажу так, мы разработали документацию, сделали схему, утвердили схему земельного участка. Уже даже сам договор передали земельный участок в Думке, заключили договор на пользование. И в данный момент Духовное управление мусульман Крыма совместно с нашим Динджиметом проводят работу по поиску средств для того, чтобы начать строительство мечети. Да. Да, мы в этом вопросе пошли очень быстро и вперед. Рядом с мечетью в этом году планируется за счет республиканских средств строительство площадки спортивной, современной, хорошей, полноценной спортивной площадки. Помимо мечети, так сказать, детские сады планируются ли строиться или, возможно, уже строятся? И какие-либо другие объекты социального? Ну вот смотрите, я же говорил, да, специфика такая района, что у нас региона, вернее, нашего, у нас крымские татары компактно проживают только в этом регионе, да, вот только в этом поселочке. И он находится сам в границах города, вот. Прям к нему практически примыкает десятая школа, вот. Мест вполне достаточно, детки занимаются, ну, вопросов, проблем с тем, чтобы получить образование школьное, нет. Вот, для того, чтобы, там, детский сад, да, ну, это проблема тоже, опять же, крымская общая, да, там есть определенная очередь, да, определенная очередь, тоже мы решаем этот вопрос в городе. Ну, мы его решаем глобально на уровне всего города, да, не только конкретно место компактного проживания. Но скажу, что там примыкает к месту компактного проживания детский сад, вот. В данный момент этот детский сад включен был, его реконструкция строительства была включена в федеральную целевую программу. В этом, в прошлом году уже велись работы, но там какие-то вопросы были с проектом, вот, недоработанные. Вот, в данный момент служба, там, капитального строительства, да, сейчас это, там, уже другая служба, они прорабатывают этот вопрос, и в любом случае этот детский сад будет завершен. А какие еще объекты, вот, строятся, но уже в рамках федеральной целевой программы? Ну, ну, я вам скажу, что, ну, самый главный объект, это, наверное, сегодня строительство 72-х квартирного жилого дома для депортированных граждан. Вот, сегодня вот комиссия приезжала с республики, она в данный момент находится в городе, по вопросу передачи этого дома, уже введенного в эксплуатацию, передачи его в город, для того, чтобы город мог распределить среди своих очередников. Почему это очень важный вопрос для нашего города? Потому что на протяжении, я вот буквально перед тем, как сюда приехать, смотрел, 15 лет вопросов с жильем для депортированных граждан не решались вообще. Вот, 15 лет назад, последний раз было приобретено жилье для депортированных граждан. Вот, естественно, у нас люди уже не верили, что что-то можно получить от государства, да, и даже не вставали в очередь. Сегодня мы видим, что есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий из крымских татар. Они приходят, подтверждают свое право и встают на квартирный учет. У нас сейчас порядка, ну, больше 100 очередников, вот, и мы знаем, что еще один дом будет у нас строиться, 72-х квартирный. Мы уже земельный участок определили, уже выделили и передали, для того, чтобы подрядная организация могла начать строительство. Уже, как я знаю, уже и проект есть строительство этого дома. Вот, и скажу, что строительство второго жилого дома, оно, в принципе, вопрос потребностей в жилье решит полностью, в полной мере, 100%. Довольно-таки успешная работа. А какие возникают трудности, да, вот, в решении данной проблемы, скажем? Ну, мы говорим о строительстве дома, трудности. Трудности какие могут быть? Сложность, ну, у подрядчика сложности возникали с поставкой разного, ну, разных строительных материалов. Вот, сложности возникали с поиском сил, да, трудовых, которые бы строили, которые бы строили. Вот, все, что касается остальных вопросов, связанных там с оплатой подрядчику, вопросов не было. Связанных с взаимодействием с администрацией или со службами, которые энергоснабжающими, тоже вопросов никаких не было, все оперативно решалось. При желании все решаемо. Да, все решаемо. Есть вопросы сегодня, я вам скажу, даже наперед забегая, что есть жалобы на подрядчика, в связи с тем, что при строительстве дома было вокруг участка, который они там строят сейчас, застраивают, вот, были нарушены элементы благоустройства. Вот, это такие, как тротуары, да, склоны, и вот они на сегодняшний день их не восстановили. Это одна из претензий, по которой мы дом не принимаем. Мы хотим, чтобы, да, один объект, которому одни люди будут радоваться, чтобы он не принес хлопоты другим людям, да, мы же, в принципе, мы же одна семья большая, керчане, поэтому мы сделаем так, чтобы, ну, было хорошо всем. Это очень радует. Ну, а если в целом поговорить уже о квартирном вопросе, да, сколько граждан состоит на учете? Какой срок ожидания? На квартирном учете у нас стоят люди уже больше 20 лет. Вот, вот, количество семей, я уже говорил, больше 100. Вот, и процесс формирования квартирного учета, он, ну, он постоянный, понимаете, да, кто-то, у кого-то состав семьи изменился, где-то, к сожалению, люди, не дождавшись очереди, уходят, кто-то улучшил свои условия, кто-то, у кого-то сегодня возникла необходимость получения. Вот, мы знаем, что у нас еще граждане возвращаются на родину, да, из мест депортации. Вот, это такой процесс, он, ну, постоянно живой, как бы, организм, поэтому, ну, он решается, как бы, есть у нас очередность, и мы сегодня работаем над тем, чтобы ее свести на нет, чтобы очереди не было, да, путем строительства жилья. А каковы условия встать на этот учет? Каков порядок? Порядок несложный, самое главное, для того, чтобы определить статус депортированного, нужно справку о реабилитации. Это один из моментов. Второй самый главный момент, это, ну, получить желание, не желание, а необходимость, да, улучшение жилищных условий. Вот, это самый главный момент. Вот, а там дальше уже просто нюансы, это отсутствие жилья зарегистрированного, да, и вот такие всякие там ситуации, там, связанные с тем, что, ну, подтвердить нуждаемость в жилье нужно. Да. Это все, да. Не дадут человеку, у которого есть зарегистрировано где-то жилье, не дадут жилье, да. Вот, что касается получения жилья в городе Керчьи, это необходима еще и регистрация именно в нашем муниципальном образовании, в городе Керчьи. Дилавир Абибулаевич, какие государственные региональные программы реализуются в городе? Ну, государственная программа, я уже говорил, мы участвуем в федеральной целевой программе развития Севастополя и Крыма, вот, это первая программа. В ней, в рамках этой программы у нас строится жилье сейчас, два 72-квартирных жилых дома, да, и республиканская программа. Вот, в рамках республиканской программы мы выделяем материальную помощь на завершение жилья, вот, и дальше программа наша местная, вот, в прошлом году, я же говорил, да, мы уже сделали, восстановили освещение в поселке Дженекой. И за средства местного бюджета спроектировали строительство дороги, вот. Я вам скажу, что денег было потрачено на освещение, а освещение там было 3,6 миллиона, в этих деньгах было освещение и было укрепление, материально-техническое оснащение наших художественных коллективов. Вот, приобретали костюмы для коллективов и, там, передавали им. Вот, и еще, что мы сделали за эти деньги, это проект, который обошелся тоже городу порядка 5 миллионов. Вот, я считаю, что это, ну, довольно-таки, учитывая то, что у нас регион все дотационный, я считаю, что это не маленькая сумма, недостаточная для того, чтобы повысить качество жизни людей, но мы говорим о той сумме, которая у нас есть сейчас. Хотелось бы узнать, как работает упрощенная процедура оформления прав собственности в вашем регионе? Она работает так же, как и во всех других регионах, ничего особенного в этом вопросе нет. Законы исполняются, очередности у нас, как таковых, нет. Есть вопросы, которые выходят за рамки правовых и людям, ну, не за рамки правовых, за рамки тех регламентов, которые выставлены, вот, и люди идут, обращаются в каких-то ситуациях в суд. Вот, в этом вопросе мы тоже гражданам нашим помогаем, где-то и помогаем с написанием выисковых заявлений, ну, люди не остаются сами, вот, один на один со своей проблемой. А сколько граждан получило, да, справку о реабилитации? И вот с какими трудностями им стоит сталкиваться в процессе получения справок о реабилитации? Есть проблема, основная проблема, это не выдерживается срок получения справки. Заявление написали, документы приложили, человек должен в течение трех месяцев получить справку. Этот срок не выдерживается, выходит за пределы трех месяцев ожидания. Ответы, которые приходят со стороны Узбекистана, Казахстана, с мест депортаций, да, нередко приходят вообще без информации, без ответа. Очень часто приходят, вообще не приходит ничего, без ответа остаются. Вот, но этот вопрос, даже здесь не сколько на уровне Крыма он решаться должен, это больше межгосударственные вопросы. Здесь нужно на уровне нашей федерации и других государств этот вопрос решать. Вот, мы об этом тоже постоянно говорим, мы обращаемся и говорим об этих проблемах. У нас людей таких немного, но они есть, они лишены сегодня права. Люди, если они не получили, не оформили статус, это сложности с получением и гражданства, и там, не знаю, если не получил человек гражданство, он не может получать меры социальной поддержки, это и пенсия, и все остальное. Ну, мы же понимаем, да, что это связано. Ну, да, да, все и завязывается, все на статус, на справку о реабилитации. Давайте поговорим немного об образовании. Сколько школ и групп в детских садах с обучением крымско-татарского языка в вашем регионе? В нашем регионе работает сейчас три класса по изучению родного языка в трех школах. Вот, что касается родного языка, я еще хочу сказать, добавить, учитывая то, что у нас регион немного числен, да, немного населен крымскими татарами, вот, и их расположение планомерно разбросано по городу Керчи, вот, сложность есть небольшая, связанная с тем, что детей в классах нет такого количества. Да, не собрать, и в классах один-два ребенка, вот, поэтому, как бы, пошли по пути, по другому немножечко пути. Мы в нашем городе за счет местного бюджета, опять же, ставок местного бюджета, финансируемый из местного бюджета, мы создали две студии по изучению крымско-татарского языка. Вот, одна студия работает на базе нашего поселка, компактного проживания, вот, на базе филиала этого нашего дома культуры. Дома культуры, да. Да, вторая студия работает в центре города, вот, занятия проходят как в будние дни, так и в выходные дни. Недавно приезжали к нам гости, вот, у нас праздник был, Наврец Байрам, мы показали, как работают эти студии, гости были Симферополя, вот, они, конечно, ну, понравилось все, да, в восторге. Вот, это детки, мы приехали на открытый урок, вот, детки показали, что они умеют, что они знают, это видно желание детей, желание учителя, связь учителя и ребенка, вот, ну, как бы мы пошли вот немножечко другим путем для того, чтобы все-таки язык у нас изучался. Это достойный пример другим регионам республики Крым, я считаю. Да. Что касается билингвальных групп, да, вот, изучения, воспитания на крымско-татарском языке, об этом мы уже говорим второй год. Вот, ну, опять же, говорю, проблема только связана с тем, что у нас нет количества вот крымских татар для того, чтобы создать. Но, опять же, эта проблема существует, мы ее понимаем, как, каким путем пойти, мы пойдем по этому пути. Мы так делали в Ленинском районе, когда я работал еще в Ленинском районе, мы создали в детском садике, солнышко называется, создали такую группу. Она до сегодняшнего дня там работает, да, существует. Вот, такую же группу мы планировали создать на базе детского садика в районе Марата у нас строится детский сад в программе ФЦП тоже. И запланировали с управлением образования, чтобы в данном детском саду будет работать данная группа. Вот, и там на крымско-татарском языке воспитание будет осуществляться. Вот, такое решение есть. Но задерживается вопрос строительства, там переносятся сроки, сейчас вот опять на год перенесся срок. Если бы была бы меньше нагрузка в детских садах, возможно, мы бы этот вопрос уже решили. Но, учитывая то, что большая очередь, сегодня, в первую очередь, да, нам нужно обеспечить, ну, в целом... Ну, да, все детские сады. Да, детские сады наших деток, да, воспитанием дошкольным. Вот, с чем мы сейчас боремся? Путем строительства и модульных садов, путем строительства самих садов. У нас запланировано в этом году строительство двух детских садов. Один на 140 мест, другой на 200 мест. Это я говорю о детских садах, капитальных детских садов, капитального строительства. Я не говорю о модульных. Плюс еще модульные детские сады будем строить. Плюс с местным бюджетом мы выделили средства и попросили помощь у республики для того, чтобы отремонтировать те группы, которые есть сегодня, которые необходимо поремонтировать, где-то нужно поменять кровати, где-то нужно плитку, где-то нужно, не знаю, самозлы и все остальное. И мы еще плюс дадим в город порядка 500 мест. Это очень радует. Давайте поговорим на тему, как налажен диалог власти с населением. Как часто вы выезжаете на встречи с гражданами? Я провожу прием два раза в месяц у себя в кабинете. Кроме этого, я провожу выездные приемы граждан в трех районах города. Это то, что у меня прописано в моем графике. Кроме этого, я стабильно, постоянно выезжаю на свои муниципальные, курирую мною предприятия, подведомственные, и выезжаю в рамках рабочих групп, созданных по поручению главы республики и председателя Госкомнация, выезжаю в место компактного проживания. В месте компактного проживания я бываю, там нет графика, но бываю очень часто и встречаюсь очень часто. Вопросы строительства мечети обсуждаются, вопрос строительства дороги обсуждаются, праздники проходят, тоже выезжаем, конечно, и общаемся, и встречаемся. Вы довольно-таки активный пользователь социальных сетей. Обращаются ли там к вам жители города? И с какими, чаще всего, вопросами они обращаются? Очень много обращений в социальных сетях. Наверное, сейчас то, что это доступно, быстро, мобильно можно задать вопрос, приходится уделять этому очень много времени. Задают вопросы круглосуточно. Вопросы разные, но самый, наверное, часто задаваемый вопрос мне, это, наверное, учитывая то, что я курирую сферу экономики и торговли, это, наверное, вопросы, связанные с размещением нестационарных торговых объектов сегодня в городе. У нас активная работа данная ведется. Насколько инвестиционно привлекателен ваш регион? Ну, инвестиционно привлекательность нашего региона, она связана, наверное, с тем, что у нас очень благоприятно расположен город сам. Да, у нас и порты, у нас сегодня и таврида, у нас и возможность электрооснабжения. Да, все энергоресурсы есть. Раз в месяц проходят заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата города, на котором мы рассматриваем разного вида проекты инвестиционные. И у нас на сегодняшний день реализуются на территории города инвестпроекты, это частные. Да, это и строительство сейчас идет бетонного завода, и цементного завода, и строительство завода по переработке труб. Мы в этом направлении очень много работаем. Мы сделали некий такой инвестиционный паспорт города, в котором на сегодняшний день с привязкой к нашему генеральному плану развития города отразили порядка 40 инвестиционных площадок. Это те, которые мы готовы предложить сегодня для инвесторов. Мы стараемся наш город показать привлекательным и пригласить, заманить сюда инвесторов, для того, чтобы в городе появились рабочие места, для того, чтобы городу дать импульс какой-то жизни. Близится курортный сезон 2019. Как Керчь готовится к этому сезону? Курортный сезон, да, это, в принципе, то, к чему мы готовимся всем Крымом, но это не основная, как сказать, изюминка, наверное, города. Город все-таки настроен, и мы его позиционируем как туристический. Мы сегодня открываем в городе шесть пляжей, они будут работать, они переданы сегодня предпринимателям для благоустройства. Предприниматели уже сегодня взяли пробы для того, чтобы определить состояние песка, состояние воды. Уже на сегодняшний день заключены договора на водолазные обследования, для того, чтобы люди могли безопасно купаться. У нас заключен муниципальный контракт для обследования пляжей, тех территорий отдыха, которые не переданы под благоустройство предпринимателям, заключен муниципальный контракт для его уборки. А основная задача наша в курортный сезон, это создать некий событийный туризм, развить. Мы проводим ряд фестивалей совместно с нашим восточно-крымским историко-культурным заповедником. Это и музыкальные, и исторические, и там, я не знаю, их просто очень много, и мы стараемся развивать, поддерживать и создавать некий такой вот посыл для того, чтобы люди приехали именно в наш город и посмотрели, увидели, знакомились с ним. Это была программа «Стратегия развития». Сегодня мы говорили о муниципальном образовании городской округ Керчь. Следите за нашими эфирами.